Я уж побаиваюсь. Сейчас отдыхаю в санатории на Алтае. Всё замечательно, врачи не нарадуются. Анализы день от дня лучше и лучше. Уже некуда лучше. Они всё лучше и лучше. И как-то подумал, к добру ли. Тут же ноги отнялись, сильное потовое деление, газовое деление. Сознание потерял. Что делать? Вышел в парк, сел на скамейку. Тихо, никого нет, птицы поют. Как будто я в раю. И мне всё лучше и лучше, лучше и лучше. Уже лучше некуда. Тут же из-за кустов выходит снежный человек. Три метра ростом, голый. Самет, значит. Смотрю, в небе светящаяся точка. Ближе, ближе, летающая тарелка. Садится рядом, номера нет, неопознанная. Из неё выходит рахит. Ушки поросячьи, мордочка синяя, голый, без шерсти, без признаков пола. Где у нас верный признак, у него ничего нет. Господи Иисусе Христе, не дай Бог, кому такое увидеть. Тарелка улетает, и рахит подходит к снежному человеку. Снежный человек говорит, голос высокий, тонкий, самка, значит. Говорит, здорово, братан. Поросёный говорит, здорово, коль не шутишь. Снежный человек, что вы с людьми не входите в контакт? Рахит, да ну их в редьку, какие-то они недоразвитые. Рахит про нас говорит, какие-то они недоразвитые. Читают мало книги у них, дешевле водки. Культура на последнем месте. Содержится по остаточному принципу, как проститутка. От этого они всё тупее и тупее. Не знают уже, какое время у них. Часы переводят, то на час вперёд, то на час назад. А ты что, никак не дашься им в руки? Снежный человек почесал голову, бок, задницу. Немытый какой-то, самец, значит. Говорит, о чём с ним беседовать? У них что на уме? Поесть, поспать, выпить. Выпить, поесть, поспать. Куда не посмотришь, или взятки берут с инвалидов, или педофилы курят в общественном месте, или чиновники строят седачи в заповедниках. В медицине, кроме клизмы, всё за деньги. Рахит, я же говорю, дикость. Наверное, этот проект закроем. Какой? С человечеством. Почему? Потому денег нет, разворовали всё. У вас-то откуда воровство? А занесли с земли, вся зараза от них. Сейчас куда? Сейчас на Сириус. Жду маршрутку, что-то запаздывает. Водитель с Меркурия, без прав, деньги зашибает. Тоже здесь подхватил. Вдруг вспышка какая-то, и оба исчезли. Я скорее назад в санаторий. Навстречу лечащий врач. Рассказал ему всё. Особенно, говорю, обидно, что они через слово дикость и пьянство. Особенно про пьянство много. Я понял. Это, доктор, была галлюцинация. Лечащий нет, прилетают. Не может быть. Может, прилетают. Ещё дня три попринимаете, что я прописал, они и перестанут прилетать. Скажите спасибо, что у вас лёгкая форма алкоголизма. При тяжёлой они бы вступили с вами в контакт. Я на всякий случай дал ему 100 фунтов стерлингов, и он ушёл. Сам сел в беседку, стал думать. Мы, правда, что-то мало думаем в последнее время. Во-первых, думаю, откуда у меня 100 фунтов стерлингов? Отродясь их не было. Это вот чистая галлюцинация. Во-вторых, если рахит прав, и мы действительно сильно недоразвитые, тогда надо срочно развиваться, срочно вступать с ними в контакт. А чтобы вступить с ними в контакт, нужно пить как лошадь. А если пить как лошадь, станем совсем тупыми. А чтобы стать умнее, нужно вступить с ними в контакт. А чтобы вступить с ними в контакт, нужно пить как лошадь. Вот, как видите, цепь логических рассуждений. И в конце – озарение. Думаю, что мы догоним их в развитии. Да, и лошадей, и рахитов. Не забыть бы только забрать у врача 100 фунтов стерлингов. Такая новенькая штучка. Чуточка. Спасибо.